Мир всем! Здравствуйте, мои родные! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. И в стране отмечают 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского. Я неоднократно обращался к вам с рассказом и об Андрея Арсеньевича, и о фильмах, которые... Ну, или иногда в роликах говорю, что вот тот фильм или тот надо посмотреть. Но раз уж сейчас все вспоминают, раз уж я еще раз вчера посмотрел фильм «Зеркало», даже не знаю в какой раз. Последний раз лет 10, наверное, я его смотрел. Ну, а вчера, наконец-то, разобрался, кто к кому и как там относится, и как одни и те же артисты, оказывается, играют в разные времена. Значит, значит, одних и тех же или разных людей. И для меня вдруг стало это небольшим открытием, поскольку до этого я «Зеркало» смотрел вот как набор эпизодов про меня, про мою жизнь. Кстати, «Зеркало» у меня началась любовь к творчеству Андрея Арсеньевича, и это было очень неожиданно. Я жил в Москве, у меня там было много друзей, но один друг из Родниковского района, старое село называется, деревня, в которой он родился. И он в то время был такой похожий на цыгана, симпатичный парень, достаточно безалаберный. То есть, книжек он не читал, кино он ходил в развлекательную. По крайней мере, я пытался собрать там и на фестивали, на какие-то французского кино или еще, то есть, такие особые фильмы, и их посмотреть. И спектакли, кстати, очень ходил, любил очень ходить. А он только такой развлекательный. «Зеркало» ничего не говорило, какое оно название, но его показывали в кинотеатре «Витязь» около метро Беляева, и это было недалеко. Только в кинотеатре «Витязь» вот что сыграло роль, почему мы пошли. Я увидел в афише «Зеркало» и «Витязь». Ну, вот в этот момент он шел только там. Думаю, ну, надо, конечно, идти. И мы с Сергеем пошли. Пошли, и с первых минут у меня, конечно, мурашки по коже. У меня оцепенение. А народ начал уходить. До половины фильма не досидели больше половины зала, по-моему. При этом некоторые хлопали демонстративно дверями. И мне было жутко непонятно, что они делают, что происходит. Мы досмотрели фильм до конца, и все про меня. Я точно так же рубил петуха белого. Ну, в общем, мне самому дали тюкнуть, как этому парнишке. А он у меня побежал. Его пустили, когда кровь брызнула, а он бегать начал без головы. Это жуть какая-то. Я сейчас сижу, у меня уже начинает трясти. Я никогда в жизни больше не рубил никаких петухов. У меня вот этот стыд, когда мы с мамой шли, а жили очень бедненько. Папа инвалид был там, у мамы, ну, в общем, маленькие зарплаты. Шли к дяде моему, портному, например. Он деньги имел занять, денежек. Мама так же вот меня готовила показать дяде, сказать, что я читаю, чтобы дяде дал денежек. Вот надо было сидеть и вот дождаться. Ой, вот этот эпизод с сережками, ну, просто чудо. Просто чудо. Я краснею каждый раз, как я его вижу. И за себя, и за свою маму, и за свое нищенское детство. Вот такое, где приходилось это делать. Бочаги, плаваешь по собачьи. Мы ездили еще на родину мамы в деревню. Не помню, как называлось. И там были бочаги вот такие вот, где страшно, оно затянет на дно. А ты голый, плывешь в холодной воде, вот бултыхаешься. Ой, ну, просто чудо. Все, все чудо. Лай собак. Вот эти туманы, которые мы встречали по утрам на речку, когда поедешь. Вот это. Ну, все. Вот почему-то все мое. Даже какая-то там Испания или еще что-то. И фильм закончился. Мы выходим из кинотеатра в молчании, в такой задумчивости. И я вдруг к Сергею говорю, Сережа, ты извини, я пойду еще раз. А он такой говорит, и я еще раз. И мы сразу купили билеты и просидели еще сеанс. И вышли вот уже довольные, что оказывается про нас сняли кино. Он тоже... Вот у него дом-то такой же был, вот как там в этом фильме. Я ездил к нему неоднократно в гости. Это старое село, такая старая деревня. Папа у него одноногий был, как отец у Андрея Арсеньевича. Ну, в общем, конечно, потрясло. После этого я стал уже следить и стал уже ждать и стал уже смотреть, где чего посмотреть. Почему-то долго не смотрел Солярис. Ну, вот как-то не хотелось. Вот, не знаю. Эпизоды, картинки. То ли Банионис мне как-то так не очень нравился. Ну, в общем, не смотрел я Солярис. Уже пересмотрел и другие. Иваново Девство. Значит, Андрей Рублев. Я не знаю, сколько раз я его смотрел. Это для меня тоже настоящее открытие. Настоящее открытие жизни русской. Что вот они такие же. 1400 год. Они живут в другой обстановке. Все эти хатки разрушены при этом. Храмы великолепные. Там снимают в брошенном. В то время храме на Нерли. Я и был с вами. Там ролики у меня есть, как в этот храм уже, где сейчас служат. Мы побывали. Но вот и этот храм Откровений для меня стал. Наконец-то я увидел в нем эти фрески. Языческими их называют. Это христианство. То есть расширил он мое понятие христианства. Этот храм. Первое христианство. И вдруг мы вот это все видим на экране. И там говорят нашим языком и такие же люди. Это как-то очень удивляет. И современно-то как. И современно-то как. Кстати, там впервые применяет Андрей Арсеньевич вот этот прием. Освобождение человека и от греха, и его влияние на окружающую среду. Молитву применяет. Молчание. Помните? Андрей Рублев берет обет молчания. И таким образом как бы молится и изменяет действительность. Хотя изменяет, мы помним, чем закончилось его молчание. Вот этим колоколом, когда зазвонил колокол. И мальчик этот талантливый, как продолжение Андрея Рублева, можно так сказать. Этот литейщик мальчик. Но мы этот же прием видим в самом, на мой взгляд, таком социальном и значимом фильме «Жертвоприношение». Где журналист, слыша, как начались бомбардировки, как началась война, ищет как остановить все это, поскольку он как журналист ничего не мог. И приходит к мнению, что все вот это наше желание, вот этого внешнего богатства, его дом, все это лишнее. Все это болтовня, которая все время ба-ба-ба-ба-ба-ба, все это лишнее. Вы помните, что дом сжигает и сам уходит в обет молчания. Такой же, как у его больного сына. И все фильмы для меня лично были и откровением, и раскрытием какой-то части жизни. Я не знаю, что такое ностальгия, я за рубежом не живу. У меня вот родина тут в ста километрах от меня. Да, я по ней скучаю. Но это близко. Это все это. Ну, тоже какая-то... Но то, как показал ностальгию Андрей Арсентьевич, оно потрясает. Я не понимаю, как после этого живут вот эти люди там, уехав со своей родины. То есть нужно быть абсолютным космополитом, грубо говоря. Или вообще не считать, что ты здесь, родился здесь твоя родина. И ехать где-то другую искать. Иначе никак не переживешь, имея такую ностальгию. Поэтому, дорогие мои, я нас поздравляю, что у нас есть такое явление, как Андрей Арсентьевич. Я считаю его единственным гением. Хотя у нас считают, что Дига Вертов там. Вот. Ну, есть и другие, кто сняли первые фильмы. И это действительно поперву было как бы и откровение. И это действительно Эйзенштейн. Ну, гений, конечно. Комедия у нас есть. Гайдай. И Рязанов. Но это все... Это таланты. Это таланты. Гений, на мой взгляд, вот такого мирового уровня, на уровне Феллини, Курасавы. Это вот Андрей Тарковский. И это наше явление, русское явление. И когда задумываешься, а как вот к этому можно прийти, почему в нем столько того, что он нам дает, и мы не можем насытиться, а некоторые не могут принять. Для некоторых это просто вот те, кто уходит из зала. Это те, кто и не может такого принять. Это не вмещается в него. Не вмещается. Поэтому, ну, это все как раз вот это его детство военное, его отец, который и поэт, и инвалид, и в то же время с семьей жить не может. Ну, вся эта молодость, причем Кончаловский Андрей рассказывает, что они-то думали, что они будут гений. Они-то думали, что они по-особому сейчас учатся, и все вырвутся там. Ну, очень хороший у них курс такой выпускной был. И действительно, на все хорошие они стали. Но тот же Кончаловский говорит, а гением из нас оказался один Андрей. Он рискнул. Мы, говорит, просто не рискнули. Он рискнул и оказался прав. Казался гением. То есть, вот набор вот таких трудностей, которые он собрал в душе, набор талантов, которые он поимел, а я думаю, что поэтика, которую он включил в фильмы, поэтика – это часть фильма, которая не знает никто, что выражает. Это я вам объясняю его поэтику. То есть, он включает в фильм некоторые непонятности для зрителя, и никто не может объяснить, что это такое. То есть, это любой берется объяснить. Это он так считал, что 50% в фильме должно быть поэтики. Непонятно. Для чего? Чтобы домыслить. Вот в зеркале, там, по-моему, не 50%, там процентов 70 этой поэтики. Поэтому, когда я смотрю его, я домысливаю, я дорисовываю, вот этот, вот вчера пересмотрел зеркало, они очень похожи на дом моей бабушки. У неё было всё светло всё время, всё беленькое, чистенькое. Тут какие-то и стены. А почему-то я домысливаю, я когда вижу, это только дом моей бабушки. Я чувствую голыми ногами холодный пол этого дома. Я чувствую траву, по которой хожу, когда смотрю этот фильм. Это что? Это поэтика. Это поэтика. Ну и, естественно, гениальная поэзия его отца. Я очень люблю творчество Арсения Тарковского. И вам, в общем-то, желаю, что пересмотрите фильмы Андрея Тарковского. Если у вас хватит на это терпения, мужества, а может быть, вы любите его, я очень... То я вас поздравляю, если вы будете их пересматривать регулярно. Для меня лично Сталкер был всё время фильмом, который я смотрел в трудности жизни. Вот такие прямо в очень серьёзные моменты. И он был оживотворяющим. Мне после него хотелось дальше двигаться, чего-то делать и всё такое. Поэтому вот очень люблю ещё и Сталкера. Я не знаю, какой фильм я здесь не люблю. Ну, Иванова детства мне тяжело. Вот почему-то тяжело его смотреть. Вот, Иванова детства. А остальные и частями могу посмотреть, и целиком могу. И вам этого же желаю. Ну и в заключение Матушка Люба вам прочитает её любимые стихотворения Арсения Тарковского. А всем Сейчас желаю радоваться, веселиться. Аминь. Арсений Тарковский Стихотворение Предчувствием не верю Предчувствием не верю И примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда Я не бегу На свете Смерти нет Бессмертны все Бессмертно всё Не надо Бояться смерти Не в семнадцать лет Не в семьдесят Есть только явь И свет Ни тьмы Ни смерти Нет На этом свете Мы все уже на берегу морском И я из тех Кто выбирает сети Когда Идёт Бессмертие Косяком Живите в доме И не рухнет дом Я вызову Любое Из столетий Войду в него И дом построю В нём Вот почему Со мною Ваши дети И жёны ваши За одним столом А стол один И прадеду И внуку Грядущее Свершается сейчас И если Я приподнимаю руку Все пять лучей Останутся у вас Я каждый день Минувшего Как крепью Ключицами Своими Подпирал Измерил Время Землемерной Цепью И сквозь него Прошёл Как сквозь Урал Я век Себе По росту Подбирал Мы шли На юг Держали пыль Над степью Бурьян Чадил Кузнечик Баловал Подковы Трогал Усом И пророчил И гибелью Грозил мне Как монах Судьбу Свою Седлу Я Приторочил Я и сейчас В грядущих Временах Как мальчик Превстаю На стременах Мне Моего Бессмертия Довольно Чтоб Кровь Моя Из века В век Текла За верный Угол Ровного Тепла Я Жизнью Заплатил Бы Своевольно Когда Об её Летучая Игла Меня Как нить По свету Не вела